Более 30 переломов и 10 операций. Именно столько выпало на долю юного Сергея. Как признается его мама, Светлана, трудности начались с самого рождения. Например, лекарство, которое для Сергея жизненно важно, получить стоило больших усилий. Сейчас оно внесено в список необходимых и не является проблемой. Например, санаторно-курортное лечение. Сережа нуждается в этом, потому что наше заболевание, оно именно с опорно-двигательным аппаратом связано, да, нарушение. И нужно постоянно восстанавливаться, нужно постоянно проходить реабилитацию, санаторно-курортное лечение. Правда, санаторное лечение в нашей стране построено в режиме очереди. Поэтому в любой момент семье могут позвонить и сказать собираться. Так Сергей пропустил последние два года санаторного лечения, потому что лежал на восстановлении после операции. И очень я бы хотела обратиться вот к гражданам нашего города. Когда вы видите такую парковку, пожалуйста, не занимайте ее, потому что для нас это очень важно. Когда я привожу Сережу на машине, у нас выдвижное сидение, да, и если я не могу встать на обычное место, потому что просто там мы не можем открыть дверь, и чтобы это сидение выехало, нам нужно больше места. Людям не очень сложно пройти лишние метры, но для Светланы и ее сына припарковаться на таком месте гораздо лучше. Но у крупных супермаркетов свободных мест на стоянке для инвалидов просто нет. Конечно же, порой жизнь приносит и приятные сюрпризы. Так, после школы Сергей планирует поступать в высшее учебное заведение. Недавно мне позвонили и сказали, Светлана Александровна, могли бы вы прийти и подсказать нам, что нужно сделать для доступной среды на филологическом факультете, для того, чтобы вашему ребенку было удобно там учиться. Вы знаете, за все вот наши борьбы, вот 18 лет борьбы вот с нашим заболеванием, со средой вот, да, вокруг нас, это первый раз, когда нам позвонили и спросили, как будет лучше, что бы вы хотели. Главное в такой ситуации – не опускать руки. Сергей награжден нагрудным знаком «Горячее сердце». К тому же, благодаря акции интернет-поисковика, его голосом заговорило произведение Льва Толстого Анна Каренина. А в 2014 году он нес паралимпийский факел. За час до эстафеты юный рязанец сломал ногу и в травмпункте торопил врачей, чтобы успеть пронести свой паралимпийский огонь. Это такая же боль, как у обычного человека, когда он сломал ногу или руку. И научиться быстро, вот потом снял гипс, начинать восстанавливаться, начинать ее разрабатывать – это больно, это страшно, это непривычно. Ну, Сережа Баэтф, он это делает каждый день. А мы такие же люди, просто барьеры чуть выше. Снова новая планка – это поход по краю крыши. Ты взгляни мне в глаза и улови этот взгляд. Постарайся быть другом, стать со мной в один ряд. А бы не завела судьба, я справлюсь с любой проблемой. И да, путеводная звезда оставит мне долю надежды. Я живу, и пусть земля под ногами пылает. Я иду, потому что люблю эту жизнь.